Безвольность правящей власти Если будет ставиться исключительно личные, корыстные интересы, то ничем хорошим для страны это не закончится. В общем-то, так оно и получилось. Жизнями за это заплатили рядовые граждане в Одессе в том числе. Детство – это, конечно, в первую очередь большущая трагедия, которая зарубцевалась сегодня уже в наших сердцах. Давайте почтим эти жертвы минуты молчания. 2 мая в Донецке состоялась конференция общественного движения «Фронт Одесского сопротивления», посвященная четвертой годовщине Одесской трагедии в Доме профсоюзов. Согласно официальным данным, следствие украинского погибло 48 человек. Из них 6 человек от огнестрельного ранения, 10 человек выпрыгнули из окон, разбились, и еще 32 человека были отравлены неизвестным газом. Но даже беглый анализ, поверхностный анализ уже дает право всем нам усомниться в том, что эти данные действительно имеют право на какое-то официальное заявление. Искажение истории приводит к таким творческим событиям. Дальше проявляется молодежь, которая в Донецке стерилизована, из них можно лепить все, что угодно, направлять куда угодно. И, к сожалению, субкультурно они были направлены, то есть футбольные фанаты, правые радикалы, субкультуры определенные, которые координировались с спецслужбами, и которые сейчас находятся тоже под плотным контролем. Таким образом, молодежь заглядывает от стола украинского национализма, которая потом катком, они проходятся по своей же истории, по своим же родным, по своей же исторической памяти. Кроме организаторов, представителей общественного движения «Свободный Донбасс», на мероприятии также присутствовали одесситы, столкнувшиеся с трагедией в Доме профсоюзов и ее последствиями лично. И многие-многие другие, но все они были активистами того общественного протеста, который возник в Одессе под символическим названием «Куликово поле». Среди них был и мой сын. После 1945 года мы все говорили, никто не забыть, ничто не забыть. Сейчас мы должны сказать, не забудем, не простим. Я вам скажу, не будет так, как нам хочется, жены сядем, вот мы там, братья, обнимемся, и все у нас будет хорошо. Нет, а не будет. В данный момент они зазомбированы Западом, и они только могут понять силу. Я не хотел бы этого говорить, но, к сожалению, это правда. Массовое убийство людей в Одессе за их отказ от собственных взглядов и ценностей не оставило равнодушным ни одного чувствующего человека. Этот день четыре года назад стал Рубиконом, который разделил Украину окончательно и навсегда, показав всем, кто до этого сомневался, масштабы надвигающегося на страну ужаса. Я столкнулся не просто Майдан и Антимайдан, столкнулись две большие идеи, как дальше жить. Одна идея евроинтеграционная, украинская, национальная. Вторая идея жить в русском доме, жить по-русски, говорить на русском, жить по своим правилам. Эта идея и это противостояние этих двух идей выразилось вот в этом акте убиения людей. Мы все, мы русские люди, оказались жертвой. Этот день, 2 мая, я уверен, что когда-то это будет днем общерусской национальной трагедии. Днем общерусской национальной трагедии.